Уважаемые представители средства массовой информации, сегодня выпадает возможность довести до вас и до граждан, высказанного мной в прямом эфире на фейсбуке, имевшее место 31 числа. Что я мог бы своим высказанием донести до общественности? Тем, что сам поднял этот вопрос и с чем он поднялся на особый общественный резонанс. Что хотелось сказать? Я хотел сразу же выступить, но так как мне назначена была служебная проверка со стороны Министерства внутренних лет, мое заявление было отложено. Хочу попросить всех после моего выступления не задавать вопросы, затрагивающие права несовершеннолетних согласно законодательству. Хочу сообщить вам, что я отдаю отчет за свои действия и высказывание, несу полную ответственность. Теперь давайте перейдем именно касающиеся моего выступления в прямом эфире. Хочу напомнить, что согласно закону о профилактике, об основах профилактики и также кодексах о детях, один из принципов прав несовершеннолетних звучит о том, что государство обязано оказать содействие семьям, для создания благоприятной и естественной среды воспитания несовершеннолетних. Где мною было высказано, что нами, столичные милиции, на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия совместно с органами социозащиты, направленные на нравственное воспитание несовершеннолетних детей. Но, однако, я не сказал, что при изучении причин и условий родители в первую очередь должны участвовать в воспитании. Ни в коем случае я не хотел обвинить несовершеннолетних и хотел довести, что имеется факт, как я сказал, что несовершеннолетние, уходя из дома, находятся в родстве, подвергаются насилию и вступают в полугую связь. Тем самым происходят такие преступления. Хочу отметить, что в Уголовном кодексе имеется раздел главы, вернее, две главы, что статьи 157 Уголовного кодекса, который звучит «Действие сексуального характера с ребенком, не достигшим 16-летнего возраста». Поэтому мною было высказано, что никто не останется безнаказанным за совершение преступления. Как мы знаем, что, и как я уже повторился, в Уголовном кодексе имеются две главы, которые определяют ряд норм статей по защите половой неприкосновенности и половой свободы, а также против духовно-нравственного здоровья личности. Сегодня я хотел бы вам призвать не искажать и неправильно трактовать мое высказывание, тем самым вводить в заблуждение общественность. Уважаемые общественности, уважаемые представители системы информации, это из доклада то, что я сказал. Лично от себя я хочу вам сказать, что давайте будем реалистами. Я офицер, в первую очередь, я гражданин Крыльской республики, я офицер со стажем работы более 20 лет, и я никогда не посмел бы себе высказаться именно в качестве того, что несовершеннолетних обвинить в совершенных преступлениях и покрывая преступников, то есть насильников. Если в моих высказываниях где-то была совершена ошибка, прошу меня извинить. Извините. Спасибо.